Авторадио Магадан, 103FM Всем здравствуйте, да, обещали, анонсировали, и вот он к нам пришел. У нас сегодня в гостях у Авторадио Магадан Евгений Вертохвостов, руководитель студии театра игры «Каскад», педагог, режиссер и т.д. и т.п. Здравствуйте, красавчик. Евгений, добрый день. Здравствуйте. Ну, позвали мы, не зря, мы сидели с Антоном, разговаривали, были мы на постановке под названием «Рэд», получили бешеное удовольствие, ну и решили немножко более подробно об этом рассказать. Во-первых, пригласить наших магаданцев, чтобы у них тоже была такая возможность посетить эту постановку. Ну и немножко рассказать о себе, потому что человек-то увлекающийся, очень интересный, и мы подумали, что это будет интересно всем. Ну, сразу радиослушателям скажу, что мы с Антоном можем позволить себе к Евгению обращаться на «ты», поскольку мы давно знакомы. И вот расскажи, Евгений, как долго работает твоя студия? Ну, самой студии уже около 20 лет. Именно мы работаем во дворце детского и дночного творчества, Парково-22, раньше Дом пионеров. Я непосредственно там работаю. Вот в следующем году у меня тоже такие небольшие юбилеи, десять лет, как я работаю педагогом дополнительного образования в этой студии. У нас было несколько спектаклей, точнее, вот таких хороших. Это у нас «Республика Шкит», «Война и пройденное детство», ну и несколько новогодних спектаклей. И буквально, буквально года три-четыре назад я еще работал в Северном Артеке педагогом-организатором. Да, многие дети знают, вспоминают. Мне тоже этого сильно не хватает, но для того, чтобы как-то дальше развиваться, от чего-то нужно отказываться. И там я первый раз попробовал именно «Клоунаду». Работая в лагере, в киноми, да? Да, мы попробовали, просто одели носики и попробовали что-то сделать на сцене. Детям понравилось, по крайней мере, то, что они видели. И в течение года я написал первую самую репризу, которая называется «Конфета шоколадная». Вот это одна из самых... Которая название вкусное. Очень вкусное название, да. И вот в течение нескольких лет завелся блокнотик и там записывал какие-то идейки. Писал, писал, писал. Сначала я хотел попробовать со студентами. Мы со студентами встречались, пробовали, репетировали. Но у студентов своя жизнь, свои какие-то дела. Ничего не получилось из этого. А потом подумал, я же с детьми работаю. Давайте-ка попробуем мы, наверное, на нашем коллективе это дело все поставить. Изначально все начиналось с того, что, я сказал, ребята, несем вещи старые, ненужные, черные, белые, красные. У нас тематика, да, цветовая гамма, черные, белые, красные. Они все это дело тащили. Потом мы начинали разводить, пробовать какие-то бизансены, репризы. Все это ставить. И вот в прошлом году у нас получился первый спектакль «Рэд». Конечно, не без кисечков. Были там несколько таких нюансов. Ну, наверное, о них, знаете, только вы, зрители. Ну, может быть, даже и заметили, но мы обыграли. Мы обыграли где-то, потому что стараемся импровизировать. И опять же, как я говорю детям, которые участвуют у меня, каждый спектакль у нас будет какой-то особенный, какой-то другой. Поэтому люди, которые были на первом, втором «Рэд», на четвертом, пятом уже многое нового увидят. Потому что он постоянно живет, постоянно развивается. Ну, вот в жанре, так скажем, ну, клоунады, да, если так сказать, то это только спектакль «Рэд». Все остальное? Да, все остальное было у нас сказки, такая драма, трагедия, война и украинское детство, у войны. Небольшой спектакль был, но интересный. Безумно любим спектакль «Республика Шкит». Он именно такой танцевальный был, работали с хорошими хореографами. Именно тематика была интересная. Детям очень нравилось, до сих пор вспоминаю, давайте повторим. Но уже сложно, уже сложно. У нас детский коллектив, поэтому кто-то уходит, кто-то приходит, и постоянно, то есть, держать очень сложно. Хотя вот сейчас у нас получилось с «Рэдом», вот второй год мы его работаем. Пока держим, пока держим, да. Но в этом году, в этом году у нас было 8 новогодних спектаклей, да, Маши и Витя мы ставили, ребята работали. И вот 28 апреля в 13.00 у нас будет 6-й спектакль «Рэд» в этом году. Где он пройдет, чтобы наши радиослушатели? Он пройдет на сцене Дворца детского и юношеского творчества «Парковая-22». 28 апреля в 13.00. Билет можно приобретать на вахте. Я хочу сразу сказать, что мы сегодня уже анонсировали, что ты придешь к нам в гости. Мы сегодня анонсировали, что ты придешь к нам не с пустыми руками. Это будет подарок для радиослушателей. У нас традиционная игра, и все наши радиослушатели знают. Но вот именно подарком и послужат два билета на этот спектакль, я еще раз напомню, он придет в это воскресенье, 28 апреля, во Дворце детского и юношеского творчества. Билеты продаются там же. Не могу не спросить. Я ходила на этот спектакль, я хохотала от души. Мне ребенок все время толкал в бок, и что вроде как неприлично громко, но я не могла сдержаться. Ну вот я, если я смеюсь, то слышат все, как я смеюсь. У меня такой вопрос. Ну, как вы держитесь на сцене и не смеетесь? Ну, изначально, когда идет процесс репетиции, конечно же, мы стараемся просмеяться. Просмеяться. Я даю волю и себе, и детям. Я говорю, просмейтесь сначала, да, похихикайте. Потому что с каждым разом все время, да, все меньше и меньше начинаешь смеяться над этим материалом. Во-первых, мы работаем для того, чтобы зритель смеялся обязательно, да. То есть у нас изначально мы хотели, что это спектакль для детей, но он сейчас больше идет как и для детей, и для взрослых. Он универсальный. Да, он универсальный. Он универсальный. И к моменту, как мы... Есть такое понятие, да, и в театре расколоться. Расколоться – это засмеяться на сцене, да. Иногда кто-то друг друга специально может расколоть, подколоть. Признаюсь честно, признаюсь честно, вот была такая история. На двух первых рэдах в финале я выхожу в зал. Причем там такой плюс этого спектакля, вы могли заметить, что мы стараемся еще работать со зрителем. Вот. Был такой случай, я вышел в зал, начал работать со зрителями. У меня там есть момент, когда случайным образом исчезает воздушный шарик. И рядом сидел ребенок и таким смехом заливался, что... Я держался... И мне нужно было говорить фразу, я уже зубы... Сказал все, но я раскололся, я не смог... Зритель меня поддержал аплодисментами, это было очень здорово. Вот два спектакля подряд, это было вот такое... Заразит. А дети какого возраста занимаются в студии? В студии у меня занимаются дети от четвертого класса, да, от четвертого класса. И вот у меня есть уже парень, да, который занимается у меня девять лет, по-моему. Он уже студент, вот, он уже у меня нигде не числится. Занимается у меня, вот, постоянно ходит, и вот без него, это вот, если вы видели, это вот Товчинников Никита, мой напарник, непосредственно, в котором мы что-то тоже вместе придумываем, что-то работаем, вот. Он вырос, так сказать, на глазах. Ну, а вот в новом учебном году будет набор новых людей? Или вот, в принципе, вот этим составом вы как бы идете и идете? Потому что, ну, бывает такое, что кто-то уходит по разным причинам, да, учеба, экзаменной времени не хватает, а бывает, что не уходят. Вот, например, надо, чтобы было 20 человек, а они все 20 и не уходят. Ну, бывает всякое, да, конечно же. Вот у меня сейчас выпускается 4 человека, они 11-классницы у меня, вот, они разъезжаются. Одна из 5-классниц, хотя она тоже 5 лет занимается в каскаде, она уже улетает в другой город. Из этих 5-ти человек она подошла, говорит, можно я останусь еще поучаствовать? Я говорю, конечно, можно. Нужно. Конечно, хочется, чтобы сбивать коллектив, вот именно постоянный, конечно, когда постоянный коллектив, возможностей больше. Больше возможностей уже. На сцене же главное друг друга понимать с полуслова, со взгляда, и тогда работа будет слаженнее, интереснее. По поводу набора, я набор делал 2 года назад, вот у меня сейчас есть малыши. Если вы успели заметить, у меня 2 группы клоунов. Одни, которые в черно-бело-красном ходят постоянно, а есть полосатые и в джинсах. Вот это вот младшенькие, которые у меня, а это постарше. Конечно же, я хочу, чтобы обязательно ты рассказал, вот поделился с нашими магаданцами и нашими радиослушателями той потрясающей новостью, с которой ты, собственно, поделился, когда к нам пришел. По поводу интересных новостей, ну, начну, наверное, с того, что еще до спектакля «Рэд», нет, обману, когда первый «Рэд» мы выпустили, у меня одна из родительниц поехала в Москву на какой-то фестиваль театральный, попросила записать флешку. Записал, все передал, приходит смс-ка, Евгений Владимирович, задание выполнено, да, выполнено, флешку передала Олегу Меншикову лично. Даже если посмотрит, уже приятно, уже приятно, да, что про магадан, про нашу работу уже кто-то, если, конечно, даже черпнет пару срок, это вообще будет колоссально интересно. В этом году я ездил, потому что я безумный кумир Вячеслава Полунина, это Сисяй, у него есть снежное шоу, которое идет уже больше 20 лет. У меня практически начиналось вот с этого снежного шоу, потому что я когда первый раз увидел его в интернете, я пересмотрел этот спектакль раз 20, всем советую посмотреть, потому что это что-то колоссальное. Узнал, что в Москве будет проходить этот спектакль. Я записал флешку, диск, написал письмо, упаковал это все дело, приехал в Москву, посмотрел этот спектакль, получил безумный восторг. Вышел в партер, увидел зеленого, там есть желтый, да, это Слава Полунин и зеленый, да, который рядом с ним. Я говорю, мне нужно срочно к Славе. Что такое? Ну, мне нужно. Я говорю, я с Магадана приехал. А, да? Ну, ладно, пойдем. Через охрану меня провели за кулисы, увидел Вячеслава Полунина, сказал, что мы безумные его почитатели, передал, сфотографировался, он мне дал автограф, конечно, у меня книжка, Вячеслава Полунина есть. Вот, мы пообщались, говорю, посмотрите, пожалуйста, по возможности, конечно, очень хотелось бы от вас ваше мнение о нашем спектакле. Пару слов буквально, нам будет приятно. Вот, сидим, ждем. Ну, и еще момент такой, что... Пару слов, кто-то другой написал. У меня была ссылочка, есть такая замечательная вещь, как Инстаграм, я нашел Эдгара Запашного, ну, и скинул ему ссылку, говорю, посмотрите, пожалуйста, это вот творческая группа «Каскад». Мы с детьми работаем, вот сделали такой спектакль, посмотрите, пожалуйста. Первый раз он ответит, он где-то год назад, говорит, хорошо, посмотрю. И все. Через пару месяцев вы посмотрели? Нет, не посмотрел. Посмотрю. И вот так вот в течение года я ему там смс-очку там отправлял, отправлял, отправлял. И тут приходят сообщения. Здравствуйте. Посмотрел. Посмотрел. Говорит, посмотрел, есть интересные наработки, есть интересные такие находки. Ну, оценил, говорит, молодцы. Молодцы, интересная работа. Ну, а вот если говорить про эти интересные моменты и находки, ну, естественно, что, конечно, их привносишь ты, режиссер, педагог. Дети приносят какие-то свои интересные идеи? Последнее время начали. И вот в этом, вот в этом очень крутая вещь. И есть моменты, которые стреляют, интересно получается. Я им дозволяю. Ну, конечно же, в рамках. Вот, ну, все в рамках. Спасибо. Очень здорово. Конечно же, от всей души хочется пожелать, прежде всего, успехов. Не переставать мечтать. И чтобы эти мечты обязательно сбывались. Конечно же, творческого прогресса, творческого вдохновения. Но мне кажется, вот, тебя знаю давно, у тебя его очень много. И оно такое нестекаемое. Дай бог, пусть оно такое. Как хотелось бы, да. И будет вот это вот чувство юмора, твоя легкость, твое умение общаться с детьми. Они к тебе просто тянутся. Я думаю, что все должно получиться. Очень надеемся, что те магаданцы, кто еще не посмотрел твои постановки, не обязательно их посмотрят. И будем надеяться, что их увидят не только магаданцы. Ну, начнем, начнем, давайте с колымчан. Хочу еще раз францировать, что воскресенье 28 апреля это будет Пасха. Это будут проводы зимы, встречи весны. Но кто-то поедет отдыхать. Ну, вот знаете как, как я говорю, шашлыки, шашлыками, конечно, да. Но все-таки проведите время вот интересно. На природу можно поехать и в другой день, а в этом году получается, да, ну так скажем... В этом учебном году. В учебном году, да, в учебном году это будет последний спектакль. Крайний, да. Да, крайний. Ну, да. И я еще раз напомню, он пройдет 28 апреля во Дворце детского и юношеского творчества. Постановка называется Red. Билеты продаются там же. Время только во сколько? В 13.00. 13.00. Самое отличное время. Самое отличное время. Ходить, посмотреть, отдохнуть, а потом пойти провожать зиму. Нашим радиослушателям я напомню, что в гостях у нас был Евгений Вертохвустов, руководитель студии театра игры «Каскад», педагог, режиссер и просто замечательный, веселый человек. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Спасибо, до свидания. Авторадио Магадан 103FM Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова